Добрый день, уважаемые садоводы! С вами Галина Латинкова. Сегодня 12 августа 2023 года. И хотелось бы вам немножко напомнить и рассказать про такую интересную культуру, как шелковица, по-другому называется, тутовое дерево. Оно родом из Китая, и сейчас в настоящее время лист шелковицы, тутового дерева, является питательным средством для тутового шелкопряда, из чего потом из коконов и разматывается, и производится шелковая нить. Поэтому в Китае это растение имеет многомиллионную, наверное, давность и очень пользуется лечебными, обладает лечебными свойствами. И в Китае используется кора, древесина, используется лист, корень в лечебных целях, то есть широко используется. В этом мы убедились в этом году на своих близких друзьях, родственниках, которые принимали и пили чай из листьев шелковицы, и в результате чего получили снижение сахара в крови. То есть основное свойство – это понижение сахара в крови. А это сейчас актуальная проблема, и практически сахарный диабет выходит на арену как бы под номером один в результате смертности и заболеваемости нашего населения. Вот я хотела рассказать про два сорта. Сейчас мы использовали, в прошлый раз мы рассказывали вам про укоренение саженцев зеленым черенкованием, был видеоролик в прошлом году. А в этом году мы использовали укоренение на воде в домашних условиях. И сейчас вот я вам покажу молодые растения, которые у нас есть. Это в результате прошлого года выращенные. Это шелковица Валерия Константиновича Железова. Уникальный сорт. Посмотрите, какой огромный лист. Ягода очень крупная, черная, вкусная. В этом году у наших родственников огромное дерево, выше гаража. Температура понижалась до минус 40 градусов. Цветочные почки абрикосов вымерзли, а шелковица плодоносила. То есть выдержали цветочные почки на такой высоте. И была великолепная ягода. А есть второй сорт у нас, подаренный из Сковской области в свое время. Назвали моего Уралочка. У ней такой вот резной лист. Ягода чуть помельче, чем Валерия Константиновича. Но проходит интересные стадии развития. Вначале белая ягодка, потом такого сиреневого цвета. А потом приобретает черный оттенок. Вот такой интересный сорт. То есть два сорта. Вот они прямо посажены рядышком. И вы можете отличить разницу. Здесь разницу у Уралочки. Такой ажурный лист. Очень интересный. Вот резной. Вот они этим отличаются. И ягодкой, конечно. Ну а сейчас приступим и покажем вам новые молодые саженцы, которые выросли в результате укоренения на воде. Вот сейчас мы их будем просто садить. А хочется поделиться вот этими впечатлениями. Вот этой радостью, которая у нас получилась. Вот такие корешочки выросли. Великолепные. Вот сейчас мы вам их все покажем. Листочки и корешочки. Я думаю, что они великолепно примутся. Успеют еще укорениться. И почечки одревеснеют, чтобы открыться на следующий год. Вот. Желаем вам таких же успехов, чтобы у вас все получалось. И в дальнейшем, дай Бог, чтобы у каждого в саду росла такая великолепная лечебная ягода. Всего доброго. Хороших выходных. И с наступающим медовым спасом. Всех благ. С вами Галина Латинкова. До новых встреч. Продолжение следует.